Привет, друзья! Сегодня будет очень короткое, но крайне важное видео, посвященное одному ключевому вопросу. Что такое конструкция S-GIPT и для чего она нужна? Давайте разбираться! Итак, давайте представим, что нам нужно сказать. Сегодня на ужин будет картошка с мясом. У нас в городе есть кинотеатр. Здесь слишком много людей. Либо в их фирме мало молодых сотрудников. Что объединяет все эти предложения? На первый взгляд, и не скажешь, что между ними есть вообще какая-либо связь. Если вы ее тоже не заметили, то это значит лишь одно. Вы еще не до конца освоили такую конструкцию, как S-GIPT в немецком языке. Объединяет эти предложения тот факт, что в каждом из них либо нет подлежащего, либо оно есть, но тогда нет четко выраженного действия, которое это подлежащее выполняет. Ну, посудите сами. Сегодня на ужин будет картошка с мясом. Что означает будет? Обычно мы используем этот глагол для обозначения будущего времени. Ну, например, я буду готовить, я буду смотреть фильм или я буду делать еще что-нибудь. Иногда под этим глаголом скрывается на самом деле другой глагол. Глагол становиться. Я буду врачом. То есть я стану врачом. Какую же функцию выполняет этот глагол в предложении про мясо с картошкой? Как по мне, не совсем понятно. Во втором предложении у нас в городе есть кинотеатр, имеется на первый взгляд, ну, вполне себе четкое, подлежащее кинотеатр. И понятное сказуемое. Оно есть. То есть глагол быть. Но если задуматься, то можно понять, что обычно в глагол быть вкладывается понятие немножко другое. То есть быть кем-то или быть чем-то. Ну, то есть погода сегодня хорошая. Погода как бы есть хорошая. Он мой друг. То есть он есть мой друг. Но почему опять же глагол есть используется в предложении про кинотеатр? Загадка. Но мне кажется, что я знаю, что происходит в русском языке. У нас просто-напросто нет единой конструкции, которая помогла бы нам построить предложения, в которых мы хотим показать, что что-то где-то есть, имеется или существует. Мы используем бесчисленные комбинации всяких разных глаголов. И если бы мы были неносителями русского языка, то мы бы сильно ругались, когда пытались бы найти хоть какую-то логику во всем этом. Но немецкий, слава богу, не русский и структурированности в нем немного больше. Так вот, для того, чтобы в немецком языке сказать, что что-то где-то есть, где-то что-то имеется или где-то что-то существует, то использовать нужно всего лишь навсего одну единую конструкцию. Esgipt. Не нужно лепить калькус русского языка, пихая глагол sein или тем более глагол werden. Для тех, кто знает английский, привыкнуть к Esgiptu будет весьма легко. Это просто аналог английского there is и there are. Давайте скажем все мои предложения, которые я приводил выше, по-немецки. Итак, сегодня на ужин будет мясо с картошкой. Heute gibt es Fleisch mit Kartoffeln zum Abendessen. Коротко и изящно. Heute gibt es. У нас в городе есть кинотеатр. Es gibt ein Kino bei uns in der Stadt. Здесь слишком много людей. Hier gibt es zu viele Leute. В их фирме мало молодых сотрудников. Bei ihnen in der Firma gibt es wenige junge Mitarbeiter. Почему, кстати, верчу этим Esgiptом и то ставлю глагол gibt где-то в начале, то ношу его куда-то в середину. На самом деле все проще простого. Конструкцию Esgipt нужно рассматривать как комбинацию местоимения Es, то есть оно, и глагола geben, то есть давать, которые проспорягали с местоимением Es. И все, что нам нужно делать, это следить за тем, чтобы глагол geben оставался на втором месте. То есть можем ставить Es на первую позицию, и сразу после нее ставить Gipt, а можем также на первом месте оставить показатель времени или показатель места. После него поставить Gipt, и лишь затем всунуть наше подлежащее Es. То есть дословно Esgipt это Оно дает. Оно дает мясо с картошкой на ужин. Оно дает кинотеатр в городе. Оно дает мало сотрудников фирме. Стоит ли именно так переводить эти предложения? Нет, разумеется, не стоит. Переводить эти предложения стоит так, как я называл их по-русски в самом начале. Дословный перевод я привел лишь для того, чтобы вы понимали, что за этой конструкцией Esgipt стоят совершенно знакомые вам вещи. Местоимение Es и глагол geben. Возможно, вы еще спросите. Ну, хорошо. Как сказать, что в городе у нас есть кинотеатр, или то, что в фирме мало сотрудников? Сейчас это все ясно. А как быть, если действие происходило в прошлом? Или, например, будет происходить в будущем? Отвечаю. Ничего страшного абсолютно не произойдет. Все, что нам нужно сделать, это взять глагол geben в нужной нам временной форме. Esgipt – это настоящее время. То есть, что-то сейчас есть, имеется или существует. В прошедшем времени, например, в протеритуме, это будет esgat. Но в перфекте – eshatkegeben. В уст на речи, кстати, все-таки предпочитают форму протеритума, то есть esgat. Будущее время построить тоже можно. Для этого нам необходим всего лишь навсего глагол будущего времени – werden. И мы скажем – es wird geben. Что же, предлагаю немного вместе попрактиковаться. Я буду называть предложения на русском языке, а вы ставьте видео на паузу и старайтесь перевести их самостоятельно. Но затем проверяйте себя, прослушав мой перевод. В комнате находится большой диван. Es gibt ein großes Soфа im Zimmer. Thomas, у нас достаточно времени, чтобы пойти в кафе. Thomas, gibt es genug Zeit, um ins кафе zu gehen? В его новом офисе много растений. In seinem neuen Büro gibt es viele Pflanzen. Извините, а где здесь банкомат? Entschuldigung, wo gibt es hier einen Geldautomaten? В своем последнем предложении я сказал «gibt's». Это просто сокращение от «gibt es». В немецком в целом очень часто местоимение «s» сокращается до апостроф «s». Для упрощения произношения. Ну, на этом и все, дорогие друзья. Я надеюсь, что это коротенькое видео было для вас полезным и у вас не будет больше проблем в такой конструкции, как «gibt». Ich wünsche euch viel Spaß beim Deutsch lernen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Субтитры создавал DimaTorzok